Что Зеленский не понимает об Украине? Чего он так боится? Тем более, что в последнее время президент США показывает свое расположение к России и ее президенту. Или это уже генетическая привычка везде звать пана? Тем временем трамповские США ясно показали, чего хотят. А хотят они голову Байдена. Да на блюдечке. Демократические США хотят развязывания войны с Россией. Это тоже не секрет. И зачем Зеленский засоряет эфир своими призывами, понять крайне затруднительно. Тем временем новый украинский президент хочет отменить генпрокуратуру, сотворив из нее офис генерального прокурора. Такое ощущение, что Зеленский единственный, кто не знает старую мудрость из Амстердама. Если бордель не приносит прибыли, надо не кровати переставлять, а менять работниц. Хотя именно чисткой в рядах называют данное желание Зеленского. Не так давно он из АП сделал офис президента. Ничего не изменилось кардинально. И слуги народа в основном являются врагами народа. Партия нового президента расколота примерно на три части. Одна принадлежит Коломойскому. Еще одна это Сурасовские ребятки, которые поддерживают Супрун и откровенно саботируют выбранные Зеленским направления изменений. Третья часть, можно сказать, принадлежит самому Зеленскому. Но не стоит торопиться. В этой части кого только нет. Но основной контингент это те, кто или дорого просит за себя, потому что еще не перекуплен, или вовсе никому не нужен, как тот неуловимый Джо. Чего добился Зеленский? Уволил нескольких чиновников. Причем уволил показательно по-хамски. Но не это важно. Важнее то, что уволил за прямые нарушения закона без судебного преследования. Он просто не смеет трогать людей прошлой власти. Максимум на что годен, это истошно орать и топать ногами. Чего достиг Зеленский за сотни, расскажут сотни блогеров, аналитиков и политологов без меня. Многие упрутся в то, что у него было мало времени. Другие скажут, что ему мешали. Третьи сошлются на неопытность. Я лично считаю, что таким будет все правление Зеленского. Мешали? Неопытный? Мало времени? А чего ты лезешь, если у тебя нет ни рычагов давления, ни преданных тебе людей, ни желающих попробовать работать честно чиновников? Карательный аппарат принадлежит не тебе. Армия откровенно плевала на все твои указы, приказы и словоблудия. Чиновничьи места как продавались, так и продаются. Хотя из-за истерики Зеленского с увольнениями несколько подешевели. Но в любом случае купивший место вначале отобьет бабки, потом будет зарабатывать. Где в этом управлении благо для народа, я даже не знаю. Ничего не изменилось, кроме новых едоков и старых кормушек. Так, Зеленский освободил Вышинского, пишут сегодня многие СМИ, но дорога ложка к обеду. Освобождение ждали перед выборами в Раду, максимум сразу после выборов. К тому же сам Кирилл Вышинский не считает это победой. Его имя должно быть очищено, только тогда это победа. Я не только о грехе Зеленского вижу. Я вижу, что он пытается контролировать то, что ему позволяют. Я вижу, что некоторые процессы он хочет и правильно делает, проводить сам и по-своему. Это касается Минских. Не знаю, разборок что ли. Он не доверяет Медведчуку, не доверяет Коломойскому, но он будет вынужден с ними работать. Зеленский пытается выставить щит в виде Юлии Тимошенко. Ход разумный. Но не стоит забывать то, что Юля самый опытный политик на Украине в данный момент времени. Опытный и амбициозный. Так, к чему пришел Зеленский за 100 дней? Да ни к чему. Война на Донбассе продолжается. Уровень жизни на Украине падает. Ближайшие соседи, видимо, из чистого сочувствия, повышают квоты на количество работников из Украины. А это уже свидетельствует о том, что аналитики соседей не верят возможности улучшения жизни на Украине и стараются привлечь к себе тех, кто имеет образование, желание честно работать и платить налоги. Те же американцы. Петру Порошенко обещали вступление в НАТО, а Зеленскому обещают просто встречу с Трампом на пару минут. Я бы Зеленскому рекомендовал захватить пиво. Все равно пошлют. А так бегать не придется и пару минут можно растянуть на целых пять. Сказать, что я разочарован? Нет ни капли. Я изначально понимал то, чего не понимает Зеленский. В украинском борделе надо кровати не переставлять, а выкинуть вместе с изношенными девочками и мальчиками с низкой социальной ответственностью. Тут нужна перепланировка и новые работники. Заявленные свежие лица в основной своей массе отдают сантиметровым слоем прекрасно наложенного грима, под которым уже проглядывает тот же жадный, до чужой крови и денег, оскал, как и у предыдущих врагов народа. Сергей Лебедевник лохматый специально для Пикинформ. Что Зеленский не понимает об Украине? Статья за 28 августа 2019 года.